МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. Сегодня, в этот чудесный солнечный день, мы решили прогуляться по территории Рязанского Кремля и заодно рассказать вам о самых интересных событиях, которые произошли в нашем городе за минувшую неделю. Маринка, ну вот что ты такая грустная? Смотри, солнце светит, тепло, весна. Вообще мир вокруг прекрасен. Я смотрю, ты после фестиваля «Волшебный мир» такая веселая. Вот тебе и кажется, что все вокруг волшебное. Нет, ну действительно, очень интересный фестиваль. И я поняла, что мультимедийное творчество тоже может изменить отношение к окружающему миру. Создание собственной реальности, отличное от существующей, подобно волшебству. Когда-то, в далеком 2008 году, аниматоры Рязанского клуба мультипликации «Луч света» это осознали и организовали небольшой конкурс, который со временем превратился в всероссийский фестиваль мультимедийного творчества «Волшебный мир». Участники со всей страны к нам приезжают, в том числе и из ближнего зарубежья Украины, Белоруссии. В этом году поучаствуют 260 работ из 34 регионов России и 63 города. Прием работ начинается с октября месяца и ведется в течение полугода. Затем жюри отбирает лучшие работы, которые мы сегодня и показываем. В этом году фестиваль отметил свое пятилетие. С каждым годом расширяется его география, появляются новые номинации. Сегодня это комикс, анимация глазами взрослых и руками детей, видео, туда входит игровое кино и авторская программа, социальная реклама и фотография. Изюминкой юбилейного фестиваля стала интерактивная работа, организованная в фойе Рязанского дворца молодежи. Помимо всего прочего, развлекал любителей мультимедиа, креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов. Он организовал массовые съемки народной заставки фестиваля «Волшебный мир». По его словам, такого не делали даже американцы. Дело в том, что все, что мы сейчас делаем, аниматоры всего мира делают уже на протяжении 120 лет. Ничего нового здесь нет. Каждый аниматор у себя дома, на кухне или в какой-то мастерской повторяет это изо дня в день. Прикол в том, что вот это мероприятие массово еще не делал никто. Только здесь, на фестивале «Волшебный мир» у вас в городе Рязани случилось это событие. Вы представляете, впервые массовые съемки мультфильма. Причем в съемках участвовал ни один, ни два, ни три, ни четыре человека. А так вот, по моим подсчетам, человек, ну, 50, наверное. И это не предел. Ну а сам фестиваль поражал многообразием работ. Его центральной темой в этом году стала охрана окружающей среды. Так что и фотографии, и социальная реклама, и даже игровое кино были направлены на то, чтобы показать весь масштаб этой проблемы. Московская киностудия «Лик» в своем замысле вышла даже за пределы земной атмосферы и понаблюдала за экологическими проблемами в глазах инопланетян. Субтитры создавал «Лик» в своем замысле Мы участвовали уже во многих конкурсах, где практически везде главной темой является экология. То есть все сейчас снимают фильмы, посвященные проблемам с загрязнением природы. И я даже знаю, что на этом конкурсе мы не единственные, кто представили такую работу. Киностудия «Лик» участвует в фестивале уже в третий раз. Говорят, что им нравится приезжать в наш город и узнавать мнение о своих работах других коллективов и профессионального жюри. Так что мы можем надеяться на то, что фестиваль «Волшебный мир» будет продолжать расширять свою географию и расти в профессиональном плане. Что, Мариш, я думаю, пришло время рассказать о выставочной жизни нашего города. Тем более, что на минувшей неделе открылись две очень интересные выставки. С персональной выставкой Татьяны Лощининой, мастера скопинской керамики, мы уже ознакомили вас в одной из своих программ. Народный художник России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Татьяна Васильевна выставляла свои работы уже восемь раз в самых разных уголках страны. А вот на родной земле, в Рязанском художественном музее, персональная выставка мастера состоялась впервые. Скопинский промысел художественной керамики – визитная карточка Рязанской земли. Этот центр русского гончарства сложился в XIX веке и по сей день следует традициям народного искусства. Внимательное исследование приемов старых скопинских мастеров как раз и легло в основу оригинального авторского стиля Татьяны Лощининой. Мне в работе над каталогом очень помогали музейные работники, очень помогали наши лучшие фотографы города Рязани, наш замечательный дизайнер Земсков. Поэтому, вы знаете, мне только немножко корректировать приходилось. Ценность, наверное, в том, что он отражает всю выставку. Да, то есть там все изделия, которые находятся у нас сегодня на выставке, они все там отображены. Вот это полный каталог такой. И плюс еще там очень много всяких зарисовок и текстового материала. В общем, он такой богатый. 30 лет работы с гончарным кругом и, как результат, более полусотни композиции, выполненных мастером в последние годы. Особенное внимание Татьяны Васильевны уделяет сосуду, потому что старые мастера никогда не изготовляли скульптуру просто так. Керамические львы, глухари, козы и люди обязательно должны были выполнять некую практическую функцию. Выставка работает уже почти месяц, но лишь к ее окончанию, 18 апреля, рязанским ценителям преподнесли приятный сюрприз. В стенах художественного музея состоялась презентация каталога изделий Татьяны Лощининой. Когда мне позвонила Вера Михайловна с приза и сказала, «Татьяна Васильевна, ваш каталог вышел из печати». И вы знаете, я весь день ходила и светилась, как пятиалтыной, и чувствовала себя именинницей. Я думаю, выставок у меня было много, а вот каталог первый, причем такой хороший. Не просто галерея изделий Татьяны Лощининой, но книга с пояснительными текстами, отсылающими к истории, искусствоведению, краеведению, предстала перед пришедшими на презентацию рязанцами. По словам самой Татьяны Лощининой, этот каталог – научная часть ее выставки. Своеобразный итог труда целой жизни мастера. Увидеть воочию керамику художника Лощининой и ознакомиться с каталогом пока еще можно. Выставка работает последние деньки. Поэтому скорее собирайтесь и айда в музей. А вот в областной юношеской библиотеке Паустовского открылась персональная выставка неизвестной художницы, рязанской рукодельницы Натальи Леденевой. Наталья свои произведения и искусства готовила вовсе не как музейные экспонаты. Ее вещи вполне функциональны и используются в повседневной жизни и самой мастерицей, и ее родственниками и друзьями. Наталья вяжет крючком, плетет из бисера дивные узоры, которые ей видятся. Так она назвала и свою персональную выставку, которая состоялась неожиданно даже для нее самой. И дивный видится узор. Это человек загадка, мы не знаем, не понимаем, как человек, который вас каждый день удивляет, приходит каждый день, у нее каждый день новый узор, новый бисер, декольте, люди все волнуются, мы ее не выдерживаем. И мы ждем, когда же это повторится. Но это не повторяется. В детстве творческие порывы уже не давали покоя Наталье. Она одевала кукол. Затем стала посещать курсы, чтобы научиться тому, к чему звала душа. И сегодня, когда работа Натальи далека от творчества, коллеги удивляются, как у нее хватает фантазии на такие дивные наряды и украшения. Очень много вещей осталось моей бабушке. Она умирала очень молодой, но оставила очень много интересных вещей. И вышивка, и кружева. Очень изумительные кружева. И вот это великолепие всю жизнь двигало меня к тому, чтобы я чему-то новому училась. Училась бисеру, кружевам, моделированию. То есть мне очень нравится создавать что-то интересное. Интересное и для себя, и для моих друзей. Разнообразные цвета и фактуры, чудесные узоры удивляют безграничными возможностями рукоделия, чисто женского древнего искусства, которое, к тому же, способно преобразить любую, примерившую на себя дивный кружевной наряд, красавицу. Выставка продлится до 25 мая. Да, выставки бывают разные. И не всегда в главной роли там выступают неодушевленные предметы. То есть ты хочешь сказать, что ты побывала на выставке живых существ? Ну, можно и так сказать. Во всяком случае, рептилии, экзотические животные, бабочки были там широко представлены. Окунуться в мир дикой природы и поближе познакомиться с обитателями экзотических уголков планеты сегодня можно, не выезжая за пределы города и даже особо не рискуя своим здоровьем. Согласитесь, видеть змей, гигантских тараканов и пауков за стеклом намного спокойнее, чем наблюдать за ними в дикой природе. Посмотреть и даже потрогать этих и других милых существ можно в торгово-развлекательном центре «Премьер». Там для вас каждый день работает выставка «Тропическая братва». На ней представлены обитатели различных уголков планеты Южной Америки, Австралии, Африки, Гвинеи. Обо всех ползающих, летающих и прыгающих экспонатах вы сможете не только прочитать на информационных табличках, но и послушать увлекательный рассказ экскурсовода, из которого вы наверняка узнаете много нового. Например, о гекконах. Гекконы – это все ящерицы, которые прилипали. Висят на любой поверхности, все это знают практически, но мало кто знает, что гекконы не имеют век. Они глаза никогда не закрывают, даже когда спят. Они ведут ночной способ жизни, увлажняют глаза с помощью языка, чистят глаза. Но геккон токи – это еще ящерица, единственная ящерица, которая имеет голосовые связки. То есть имеет свой голос. У нее голос между кваканьем и кряканьем. Кто же это, мало кто знает. Сейчас попробуем посмотреть, но я вам не обещаю. Повезет, не повезет. Здесь вы сможете посмотреть, как кормят обитатели экзотических стран. Показательное кормление проводится по понедельникам и пятницам в 6 часов вечера. А еще вам разрешат погладить некоторых животных, если, конечно, вы не испугаетесь. Иди, я тебе змейку погладим, девушка. Иди, я тебе покажу. Подходите, смелеть, смелеть. Вообще говорят, что змеи не приручаются и дрессировке не поддаются. Но все присмыкающиеся, представленные на этой выставке, во-первых, не ядовиты, а во-вторых, рождены в неволе, поэтому все их инстинкты атрофированы. Подобные выставки – это еще и уникальная возможность убедиться в том, что змеи на самом деле не холодные, и совсем не противные, а очень даже тепленькие, приятные на ощупь. И в общении тоже приятные. Тигровые питоны – одни из самых больших змей в мире. Обитают они в Азии и могут вырастать от 8 до 10 метров. Говорят, известны случаи, когда такие змей нападали на леопардов и шакалов, а иногда и на людей. Свою жертву они обычно убивают, кусая и удушая телом. Но, конечно, питону, представленному на выставке, это не под силу. Задушить? Ну, такая змея, в принципе, не сможет. Но вот 6-метровые змеи уже могут задушить. В Азии вот обитают такие змеи, тигровые питоны. В Азии до сих пор с мелких селений и сел пропадают люди. Когда начинают искать, находят змею рядом, недалеко, которая у охотила человека. Если вы не испытываете особой симпатии к змеям, то вас наверняка очарует кошачий лемур-катта. Это единственный вид лемуров, ведущих дневной образ жизни, так что спящим вы его точно не увидите, скорее уж уплетающим очередное лакомство. В общем, здесь еще много чего интересного. Общительная обезьянка, важный попугай, черепахи, вараны. А поднявшись на этаж выше, вы сможете полюбоваться на единственных насекомых, вызывающих у всех восхищение. Бабочек. Эти красавицы обитают в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. И практически о каждой из них вам могут рассказать целую историю. Как, например, об этой. Ее называют арабская вязь. Считается, что на крыльях бабочки изображена арабская вязь. И ученые спорят непонятно, что появилась раньше арабская вязь, или этот узор на крыльях бабочки. Жизнь этих красавиц очень коротка – 2-3 дня. Долгожителями считаются те, кто живет неделю. Но посетителям беспокоиться не о чем. Вот в таком инсектарии вступить в жизнь готовятся новые бабочки. Обе выставки будут работать до 12 мая. Ну а на этом наша программа подходит к концу. На следующей неделе мы, как обычно, расскажем вам что-нибудь интересное и увлекательное. До встречи! Салон красоты Византия, площадь Политаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж. Телефон 99-26-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова